Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже от фирмы YarmArt серия Violet. Это мерсеризированный хлопок в 50 граммах, в нем 280 метров, плюс-минус, как всегда. Очень тоненькая пряжа. Эта пряжа подходит отлично для тех, кто любит тонкий ажур. Я эту пряжу чаще всего использую для детских платьишек, и мне очень нравится то, что эта пряжа непривередливая, она не садится после стирки, очень классно гладится изделие, то есть ажурчики выгладить можно очень хорошо. Мне нравится, что она немножечко с блеском и довольно-таки тоненькая, то есть благодаря тому, что в ней 280 метров, она, ну как вы видите, расход ее, если допустим детская платьишка, то где-то до двух лет, где-то два моточка уйдет у вас. Ну, то есть очень маленький расход, я считаю, 100 грамм, платьишка в принципе детская, бывает, что весит и 300, и 350 грамм, поэтому здесь уже, конечно же, зависит от выбранного вами узора. Также, что хочу сказать, очень классная пряжа в использовании. Для тех, кто вяжет платьишки, опять же, это большой плюс с этой пряжей, тем, что немножечко прирастягивается. То есть при готовом изделии, когда вы одеваете, допустим, на ребенка, то немножечко имеет такой вид легкой пружиночки, легкой резиночки, венгерки. Но не путайте пряжу именно со стрейчем, она не сама по себе тянется, то есть ниточка плотненькая, но изделие из нее очень хорошо, такие вот, в общем, классную форму приобретает. Вот, теперь, что хочу сказать по поводу крючка, рекомендую два, но, честно говоря, двоечка здесь большеватая, поэтому даже для ажуров я использую полтора. То есть мне кажется, что здесь двоечка очень большая, ну, либо для тех, кто хочет вязать на взрослую, то есть на женскую какую-то кофточку ажурчиками, то, в принципе, двоечка может и подойти. Вот, здесь написано, спицы тоже двоечка, но, честно говоря, спицами я ей не вязала, поэтому спицами ничего не могу сказать, но я думаю, где-то полтора-два, да, это максимальная гладь, которая может, скажем так, получиться из этой толщины. То есть ниточка, опять же, повторюсь, очень тоненькая, вот, смотрите, я ее прям держу, и она, ну, чуть, наверное, толще на граммульку, чем швейная ниточка. Вот, в общем, для тех, кто хочет связать, скажем, классную одежду детскую ажурчик, там, допустим, тоже платьичка или там пинеточки или крестильный набор, то, соответственно, выбираете нужный цвет вам и вперед вяжите. То есть она непривередливая в стирке, здесь разрешается 40 градусов смело стирать ручной стирки, поэтому для тех, кто хочет экономно, но красиво связать ажуры, пожалуйста, это пряжа для вас. Очень красивые, насыщенные цвета в этой пряже, ну, то есть в этом виолете очень красивые, такие есть и нежные, очень довольно-таки цвета, есть и насыщенные, красивые, у меня вот в данный момент красный, и он очень красивый, то есть он такой, благодаря мерсеризации, в общем, немножечко даже блестит, и такой, довольно-таки очень красивый. В общем, эту пряжу я рекомендую вам использовать так, как вяжу с нее сама. Конечно же, кто вязал из этой пряжи, оставляйте в комментариях, кто что вязал, что получилось из этого, и не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой новый канал также. Всем ровных петелек, хорошего настроения, пока-пока!